Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 7 сентября. Традиционно рассматриваем сегодня пару евро-доллар и фунт-доллар, которые начали снижаться в рамках коррекции. А также пару доллар-иена, который, несмотря на укрепление доллара против остальных валют, против иены подает сигнал на снижение. Итак, евро частично исполнил сценарий, описанный в прошлом обзоре. В целом данный сценарий считается отработанным. Локальной коррекции к поддержке на 1.19.05 не состоялась. Пара, обновив предыдущий максимум, продолжила рост и достигла первую целевую отметку на 1.19.98. Очевидно, на этом уровне цена встретила сопротивление, поскольку попытка преодолеть его и направиться дальше ко второй целевой отметке на 1.20.26 не удалась, что вылилось в последующее снижение. На данный момент пара снизилась и уже оказалась ниже ключевых уровней, по всей видимости закрепляясь ниже. Это может быть сигналом к смене приоритета с восходящего на нисходящий в рамках коррекции старшего порядка после исчерпания силы текущего роста. На актуальном графике для исполнения прогноза цене необходимо будет закрепиться на текущих уровнях, подтвердив их силу. Вероятно, для этого котировки локально отрастут для ретеста текущего сопротивления на 1.19.05. Последующий отбой от него уже нацелит пару к новым локальным минимумам с первой целью в районе 1.17.35 с дальнейшим проходом до 1.16.98. Отмена сценария состоится при закреплении выше разворотного уровня на 1.19.31. Ну и вот сценарий с ростом британского фунта также считается отработанным, поскольку достиг все целевые уровни, несмотря на то, что ретеста поддержки на 1.32.68 не состоялась, и цена просто продолжила рост после небольшого снижения. По достижении второй целевой отметки на 1.34.51 котировки оказались в районе 1.34.80, после чего начали разворачиваться и снижаться. Визуально начавшееся снижение может быть первым заходным импульсом в рамках начала нисходящей коррекции, сигналом к чему может стать закрепление в районе текущих отметок. До поступления других сигналов сейчас есть определенные причины для смены приоритета с восходящего на нисходящее. Ну и вот на актуальном графике подтверждением начала снижения может стать локальная восходящая коррекция для ретеста сопротивления на 1.32.68. И только возврат и закрепление ниже этого уровня даст более уверенный сигнал на следующую нисходящую волну, цели которой могут лежать в районе 1.29.94 и 1.29.14. В свою очередь отмена текущего сценария состоится при возврате и закреплении цены выше разворотного уровня на 1.33.57. Довольно неоднозначная ситуация сложилась в японской иене, укрепление которой все еще ожидается. Однако с учетом других валют, которые слабеют против доллара, данный сценарий вызывает все больше сомнений. Ожидаемого снижения пары не случилось, цена продолжила расти и пробила сопротивление на 1.105.99, однако была остановлена ниже разворотного уровня на 1.106.40, ниже который сейчас и торгуется. Графически структура движения пары намекает на существующую вероятность продолжения снижения. К тому же, пока цена находится ниже уровня 1.106.40, ожидания по нисходящему движению сохраняются, поэтому предыдущий сценарий еще остается в силе. А вот на актуальном графике подтверждением намерения на снижение станет уверенное закрепление ниже уровня 1.105.99, выступающий с текущим сопротивлением. Последующий отбой от него после обратного ретеста сформирует нисходящий импульс, который нацелит пару в район новых локальных минимумов с первой целью на 1.105.06 и потенциальным проходом до 1.104.39. Обмена сценария состоится при росте выше разворотного уровня, расположенного на 1.106.40. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.